10 суток ареста получил активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко за то, что вчера принял участие в стихийном митинге в поддержку Сергея Удальцова у здания Тверского мирового суда. Самого Удальцова накануне тоже приговорили к 10 суткам, несмотря на тяжелое физическое состояние, ему вызывали в суд скорую. Это уже третий подряд приговор лидеру Левого фронта. До этого Удальцова подряд дважды отправляли в спецприемник на 15 суток. Вчера на оглашение решения судьи Ольги Бравковой, кстати, это именно она приговорила Яшина и Навального к 15 суткам, силой не пусили журналистов. В эти минуты у здания Тверского мирового суда проходит несанкционированная акция протестов в поддержку Удальцова. Там же находится и наш корреспондент, сейчас с нами на линии прямой связи Алексей Камынин. Леша, что там происходит? Здравствуйте, коллеги. Вот буквально час назад в 5 часов вечера, когда начался пикет, тут было 50 человек, сейчас уже, по-моему, сценкам чуть больше 300. В толпе, в общем-то, и близкие друзья, поклонники Сергея Дальцова и политики. Вот тут есть Илья Яшин, Илья Пономарев и даже Гарри Каспаров приехал. Ну и очень много журналистов. И атмосфера, атмосфера очень даже веселая, потому что люди в ее реальности вот тут вот стоят и смеются практически целый час. Мы сейчас слышим, начали скандировать впервые за все время. Сергей, мы с тобой скандируют люди, а до этого вот немножко тоже скандировали палачи. Почему смеются люди? Потому что очень под странными предлогами полиция не пустила к зданию Тверского суда, огородив его людей. Сначала сказали, что будут чистить снег у входа, потом сказали, что будут кровлю от сосолика очищать, потом сказали, что в здании суда утечка газа, потом, что нашли некие подозрительные взрывчатые вещества в урне. И вот даже вот 10 минут назад приехала каперная бригада, чем вызвала просто овацию стоящих тут людей. В общем, все весело, но одному человеку тут не весело, это поэту Сергею Рубинштейну. Здравствуйте. Ой, простите, я не буду Рубинштейну. Я заковариваюсь, Сергей Рубинштейн. Прошу вас, подождите, пожалуйста, скажите, почему вам не кажется, что тут что-то веселое происходит, хотя у людей хорошее настроение, очень мирное. Нет, ну настроение, безусловно, здрасте, во-первых. Настроение-то у людей вполне мирное, но так мирное, но решительное. Почему не весело? Нет, вообще весело. Я не могу сказать, что не весело, но ровно настолько, насколько может быть весело, когда вот где-то рядом человека фактически убивают. Да, вот веселиться с вами нечем. Мы, конечно, себя подбадриваем всячески, но шутим, потому что, шутим, потому что так надо, да, потому что, потому что это такой, здесь собрался такой социально-психологический тип людей, которые без этого, без этого не могут. Да мы мрачными не можем быть. Вот сейчас только что за нами митюкальник милицейский, значит, просил расходиться, а потом, как уже вот господин ведущий сказал, что публика кричала Сергееву с тобой, да, вот я пришел тоже поддержать совершенно мне, в общем, незнакомого человека, человека, чьи, так, даже, скажем, ну, социально-политические идеи я не разделяю. Ну, я ему сочувствую просто потому, что его совершенно несправедливо, совершенно нагло, вот слышите, свободу. Свободу удальцову скандируют сейчас. Да, так что я к этому лозунгу, безусловно, присоединяюсь. Свободу, да, Сергею Дальцову, свобода всем, кого, для кого незаконно, несправедливо, тупо, нагло, жестоко трясуют. Спасибо, спасибо, Лев Семенович. Собственно, вот сейчас, видимо, будет какая-то более активная фаза, чем была сейчас назад, потому что вот за последние пять минут, что что-то включили, уже несколько раз люди что-то скандировали. Ну, вот, будем следить за развитием событий, коллеги. Леша, скажи, пожалуйста, акция ведь не санкционирована, как ведут себя полицейские? Полицейские оградили входы, двумя рядами стоит ОМОН со всех сторон, тут несколько автозаков. Они очень жестко, но корректно объясняют, что прохода нет, что они представители такие же, они представители власти, их надо слушаться. И они сказали, что чистит снег, значит, люди туда не пройдут. И не могут пройти, из-за этого туда даже люди, которые пришли по повестке, у них там сегодня было, вот я несколько людей таких видел, заседание в пять часов, на котором они должны были отметиться, вот, пришли с бумагами, но их туда тоже не пустили, из-за этого, говорят, у них будут теперь какие-то проблемы. Скажите, сегодня продлится акция? Изначально она планировалась с пяти до восьми вечера, вот так, такое время значилось в Фейсбуке, где была эта акция анонсирована. Ну, и стоит сказать, что санкционированная акция должна пройти 29-го, и многие сюда пришли, я спрашивал, почему, если будет санкционированная. Они сказали, что когда угроза жизни Сергея Дальцова просто каждую минуту есть, он сейчас в больнице, то просто нет времени ждать до 29-го, поэтому люди здесь. Спасибо, Леша. Алексей Камынин следит за ходом стихийной акции протеста в поддержку лидера Левого фронта Сергея Дальцова, которому сегодня добавили еще 10 суток.